Трасса Жахсы-Державинск уже долгие годы является большой проблемой для жителей трех районов Акмолинской области. Со стороны Жархаинского района работы еще не начаты, а вот из Жахсынского района дорогу от Жахсы до села Белагаш начали ремонтировать. На эти нужды только в текущем году выделено 700 миллионов тенге. Еще более миллиарда предусмотрено на следующий год. Помимо республиканской трассы, дороги ремонтируются и в самих поселениях. Мы отремонтируем 10 километров, то есть от Жахсы до села Белагаш. На следующий год также предусмотрен 1 миллиард тенге, мы его продолжим, будем идти в сторону Кимы, то есть заправки ТНК. Также на ремонт дорог в населенных пунктах было выделено порядка 300 миллионов тенге, были реализованы проекты в рамках ООН и ЛБСГ и развития регионов. По ООН и ЛБСГ мы реализовали проекты в селе Беловодское, Перекатное. По развитию регионов были реализованы проекты также в селах Подгорное, Белагаш, Занакима, в селах Запорожье и в селе Жахсын. Помимо ремонта дорог в Жахсын активно развивается сфера жилищного строительства. В этом году сдан в эксплуатацию 18-квартирный дом для социально уязвимых слоев населения. Еще несколько домов будут сданы в следующем году. В целом глава региона отметил позитивный рост строительства как по области, так и по Жахсынскому району. Если мы 3-4 года назад у нас только по городам строилось, Кухшетау как областной центр строился, Оши как пригород столицы, крупные города как Адбасар получали развитие, то сегодня во всех сельских районных центрах у нас идет большое строительство. Вы это знаете. Здесь Жахсынский район, Жарханинский район, Исильский район. Везде идет большое строительство. География практически, которая охватила всю нашу область. Здесь по району тоже идет строительство. Есть определенные вопросы. Также обсуждались и проблемы района. Падение качества образования с 63 до 61%. Нехватка рабочих кадров сельской местности – это лишь малая часть того, что необходимо исправить в Жахсынском районе. Также во время рабочей поездки Аким области уделил внимание личным вопросам и проблемам граждан.